Грязевые процедуры в Пришахтинске. В 23 микрорайоне во дворе дома номер 39А уже который год подряд оптом закупают резиновые сапоги, чтобы в чистом виде добраться до работы и школы. Без них пройти невозможно. Дороги перед подъездами уже давно не ремонтируются. Ямы наполняются водой, после чего та топит подъезды. Амина Смакова подробнее. Мы живем, здесь не выйти, не дедем. Дети падают в эти лужи, грязь такая. Это сколько лет может продолжаться уже. Люди уже который год утопают в грязи. Их дети не могут дойти до школы, возвращаются обратно, чтобы переодеться. В грязном виде в школу не пускают. В пору покупать байдарки, говорят возмущенные люди. Дети не могут нормально играться, не могут нормально в школу ходить. Потому что каждый ливень, осень, весна у нас здесь такая каша. Без сапог не выйдешь. В пору, наверное, даже лодку надувать и плыть здесь. По словам жителей, близлежащие дороги были отремонтированы по госпрограмме благоустройства дворов. Однако участок дороги вдоль их дома почему-то пропустили. Люди терпели до последнего, но недавнее событие их настолько возмутило, что они решили не сидеть сложа руки. Мы такие же налогоплательщики, как и все. Налоги точно такие же у нас, они не меньше. Почему на нас не хватает средств? Почему в городе все делается, на наш дом никогда не хватает средств? Даже элементарно у людей похороны вынести покойника невозможно. Приходится бедным родственникам нанимать за свой счет насос, откачивать воду, чтобы вынести покойника из дома. Это нормально? Что в этом дворе происходит зимой и весной, даже представить нельзя. В летний период эти лужи для детей становятся настоящим аквапарком, а в холодную пору на радость детям здесь можно устраивать целое ледовое шоу на коньках. А вот пенсионеры стали постоянными клиентами травмпункта. Им как раз не жалко встретиться с жителями и выслушать все жалобы. По поводу ремонтных работ приехал заместитель Акима Октябрьского района Жан Мрзагали. Жильцы дома номер 39 сразу же осыпали представителей местной власти всеми интересующими их вопросами. Все дворы сделаны, все дворы на 23-м, где все дворы делали асфальт и бордюры. На самый главный вопрос, почему ремонтники обошли эту часть двора 23-го микрорайона, заместитель Акима Октябрьского района ответил, что это связано с распределением бюджета. Бюджет не резиновый, сколько нам выделяют, в каком количестве выделяются бюджетные средства, в этом размере пытаемся восстановить как можно больше дворов. По окончанию такого незапланированного собрания Жан Мрзагали пообещал жителям, что на следующей неделе ситуация, связанная с их двором, будет частично решена. На следующей неделе мы с этим все горельником временно. Также мы подали уже бюджетную заявку на 14-й год, где мы учли восстановление асфальта в этом дворе. В случае поддержки финансирования, мы в следующем году здесь восстановим все бордюры поставим, детские площадки отремонтируем и асфальт положим. А вот насчет того, что вы будете засыпать его, это уже точно на следующей неделе? На следующей неделе мы горельником засыпем. Местными властями жильцам было обещано засыпать чебенка двор на следующей неделе, а уже в следующем году заасфальтировать его. Если этого не произойдет, то жильцы намерены обратиться к самому президенту и перекрыть центральную дорогу. Амина Смакова, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.